Каспийск 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 В одном из выставочных залов Музея Дагдизеля Буквально воспроизводит событие 1932 года Здесь видно, как в болотистой местности На берегу Каспийского моря Был разбит палаточный лагерь Скоро на этом месте вырос целый поселок Начальником стройки был Николай Алексеевич Фетисов Главным инженером Александр Соломонович Дезорцев Курировал проект Сам Серго Арджиникидзе Приоритетными объектами стройки считались Тепловая электростанция Самотечный водовод от Бекенеза Испытательная станция в море Ставшая образцом строительного искусства Один за другим возводились Производственные корпуса Полным ходом монтировалось оборудование Шла подготовка к выпуску Опытных образцов изделий В 1937 году Завод был введен в эксплуатацию Первая опытная партия продукции Соответствовала всем предъявляемым требованиям И двигатель строй Приступил к производству С 1938 года Предприятием руководил Владимир Иванович Алферов Автор ряда разработок Впоследствии лауреат Ленинской премии Герой социалистического труда Доктор технических наук К началу Великой Отечественной войны Завод был уже одним из крупнейших Действующих предприятий На Северном Кавказе Его производственные площади Составляли 11 280 квадратных метров Численность персонала 6 тысяч человек Особое внимание уделялось Выполнению заданий По выпуску основной продукции Один из важных объектов завода Цех номер 8 Был построен прямо в море На каменном основании Положенном на дне Каспия С 1966 года Он приостановил работу Сейчас эта крепость Возвышающаяся над морской гладью Привлекает внимание туристов И приезжих гостей Все этапы становления завода Дагдизель Напрямую отражают развитие Оборонной отрасли нашей страны Производство и совершенствование Образцов подводного оружия Вывело завод в число ведущих Торпедостроительных предприятий СССР В 1939 году завод выпустил 134 торпеды Через год – 628 А в 1941 году – 3246 В начале Великой Отечественной войны Завод освоил производство новых для себя видов вооружения И боеприпасов для нужд фронта Под руководством Ивана Ивановича Зорина Здесь выпускали авиационные глубинные бомбы Зенитные снаряды и мины Ротные батальонные минометы Пистолет-пулемет Шпагина И противотанковые ежи Главным инженером на тот момент Работал Николай Павлович Найденов На «Дагдизеле» была разработана новая торпеда Плюс в годы войны выпускали, оперативно освоили изготовление мин, гранат И других видов зажигательной смеси Все это было разработано и изготовлено в кратчайшие сроки Чем помог для победы в Великой Отечественной войне Осенью 1941 года поселок на берегу Каспия Принял и обеспечил работой эвакуированных Из прифронтовой полосы тружеников родственных предприятий Токмака, Киева, Таганрога А Токмакский завод имени Кирова Полностью влился в двигатель строй Летом 1942-го Махачкала оказалась в прифронтовой полосе Завод был вынужден эвакуироваться в Алма-Ату Где приступил к выпуску торпед 5338У и 5339 Спустя год двигатель строй вернулся на свою родную базу Его основной продукцией стали авиационные торпеды 4536А Известно, что с их помощью в годы войны в Финском заливе Было потоплено несколько военных кораблей фашистов А в общем, за период Отечественной войны Из 15 тысяч торпед использованы в боях 8 тысяч были изготовлены на заводе номер 182 Так тогда назывался Дагдизель Во время войны около 800 работников завода Были отмечены боевыми и трудовыми наградами 200 человек удостоились медалей за оборону Кавказа Многие остались на полях сражений Среди них Александр Назаров, Магомед Загир, Абдул Манапов Которым посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза В 1945 году заводу было вручено Красное Знамя Государственного комитета обороны СССР Огромный вклад в развитие завода после войны Внесли директора Белоглазов Николай Иванович Мещанинов Николай Иванович Мельников Иван Иванович Левченко Марат Петрович Шумцыян Сумен Бабкенович Покурский Николай Степанович В 1948 году завод освоил новый вид производства Дизелестроение С этим связано и новое название завода Дагдизель На тот период пришлось интенсивное обновление Станочного парка И переориентация отдельных направлений На выпуск гражданской продукции В начале 60-х Завод освоил производство реактивных торпед РАД-52 Крылатых ракет морского базирования 4К-44 А также принципиально новых образцов Дизельных агрегатов и торпедной техники С электрической энергетикой Появление атомных подводных лодок Потребовало пересмотры выпускаемой продукции И назначения подводного морского оружия Что вывело производство на новый качественный уровень Совершенствовалась и дизельная продукция Дизели и дизельные агрегаты Поставлялись в 34 страны мира За высокое качество им был присвоен Государственный знак качества Росли экспортные возможности И морского подводного оружия Оно поставлялось в 8 стран За своевременную качественную поставку новой техники Завод ДАК-Дизель Дважды был награжден высшими орденами Советского Союза Орденом Ленина и Орденом Октябрьской Революции Которую он получил за разработку и внедрение Нового комплекса ПЛЕС Заменившего комплекс Метель ДАК-Дизель Всегда оставался верным своему главному предназначению Укрепление обороноспособности страны Завод обладает комплектом оборудования Для полного цикла изготовления изделий Это и металлургическое производство И механическая обработка И наземные испытания На сегодняшний день Завод выпускает Как продукцию военного назначения И также и гражданскую продукцию И продукцию двойного назначения Основная продукция завода Это изготовление морского подводного оружия Для военно-морского флота России Сотрудничество с научно-исследовательскими институтами Позволяет выпускать изделия мирового уровня Завод активно работает над производством И экспортом оборонной спецтехники Судовые промышленные дизельные двигатели И на их основе агрегаты различного назначения Знают в 34 странах мира И пользуются повышенным спросом Дагдизель производит арматуру систем вентиляции И кондиционирования воздуха Кораблей, судов и плавсредств Надежность эксплуатации Доказана годами использования на кораблях и судах Всех типов и назначений Дагдизель единственный производитель данной арматуры На данный момент нами совместно с другими предприятиями России Разработано новое изделие Которое уже поставляется для военно-морского флота Оно по своему качеству Не уступает лучшим образцам Эти же оружия иностранных государств Также на заводе налажены и бесперебойно работают Следующие виды производства Разработка и производство морского подводного оружия Для военно-морского флота Производство промышленных и судовых дизельных двигателей Производство дизелей электростанций Сухопутного и морского назначения Производство радиально-прышневых насосов Высокого давления Механообработка Литье Кусничное и инструментальное производство Все контракты, которые договор Дагдизель заключен Не только по этой тематике Но и по тематике гражданского и военного назначения Выполняется в срок Задолженности перед Министерством обороны Перед налоговыми службами у Дагдизеля нет Все оплачивается в срок И в данный момент вопросов, касающихся к нам со стороны контролирующих органов Практически нет Постоянное совершенствование теорий, практики и конструирования Освоение передовых технологий Позволили заводу Дагдизель Занять ведущее место среди предприятий 4-го главного управления Министерства судостроительной промышленности Включиться в тесное сотрудничество с проектными организациями В деле создания морского подводного оружия нового поколения С 2015 года Дагдизель входит в состав корпорации Тактическое ракетное вооружение И концерна морское подводное оружие «Гидроприбор» Одна из главных задач руководства завода Создание рабочих мест Сегодня на заводе трудится более полутора тысяч человек Сегодня зарплата у нас поднялась до 35 с лишним тысяч рублей Условия для работы улучшены Мы по федеральной целевой программе получили финансирование Для ремонта цехов, для закупки нового оборудования В том числе, который обеспечивает безопасность работы людей Экологически чисто, чтобы получилось Вентиляционные системы Для того, чтобы люди работали В более достойных условиях труда В настоящее время на завод приходится Четверть всего объема производства промышленной продукции И четверть налоговых сборов по промышленности в Дагестане Таких результатов невозможно было бы добиться Без творчески активных и инициативных людей За каждый деталь, за каждым успешным проектом Стоит большая команда единомышленников И эта команда пополняется новыми молодыми кадрами Мы им даем руководителей, которые имеют опыт Они их обучают Потому что любой специалист, который проходит с вузов Он, соответственно, проходит как специалист общего развития А не непосредственно той продукции, которая выполняется на заводе Поэтому мы их обучаем под свою специальность Они, имея основу, они быстро это схватывают Соответственно, и в дальнейшем они уже полноценно работают Где-то по разным специальностям это проходит разное время Опора и гордость завода Это трудовые семейные династии Опыт, знания и преданность профессии Здесь передаются из поколения в поколение Большинство современных каспийчан Живут, работают и учатся в этом уютном, красивом городе Благодаря тому, что 90 лет назад Их деды и прадеды связали свою судьбу С одним из главных предприятий оборонной промышленности нашей страны У нас Каспийск строился вокруг завода «Дагдизель» И практически все, которые подрастали поколения Они другого не видели, как идти работать на завод «Дагдизель» Соответственно, этих династий у нас очень много В данный момент немножко изменилось Потому что сейчас другие сферы в городе появились И, соответственно, количество людей на «Дагдизеле» Если в советское время было 12,5 тысяч Сейчас у нас, соответственно, уменьшилось до 1600 человек Поэтому, соответственно, какие-то династии сохранились Но много очень династий, которые сохранились Которые родители и деды работали на заводе «Дагдизель» — это прежде всего люди Люди, всем сердцем преданные своему делу Будь то маленькая деталь или масштабный проект Ведь самые смелые конструкторские решения Останутся лишь идеей Если за дело не возьмется токарь, фрезеровщик, электромонтер, слесарь Сегодня команда этих высококлассных специалистов Готова вывести завод к увеличению объемов производства Основной и гражданской продукции В том числе для предприятий авиационного назначения Дорогие коллеги, хочу от имени руководства завода «Дагдизель» Поздравить вас с 90-летием предприятия Все мы выросли на этом предприятии Знаем друг друга давно Всех благ вам, вашей семьи Чтобы у вас всегда была работа И достойная заработная оплата Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!